Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях участники восьмого фестиваля красоты и таланта Мини-Мисс и детская модель Чернигова 2017. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами собираемся совершить путешествие в мир моды и стиля. И все мы знаем, что слово стиль сопровождает нас всю жизнь. Так давайте же отправимся в эту занимательную экскурсию. Сейчас мы назовем четыре основных стиля. Классический, спортивный, фольклорный и романтичный. Человек и одежда неотделимы друг от друга. Каждая участница готовила свой стиль самостоятельно. И сейчас мы с ними пообщаемся. Здравствуйте, люди! Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и сколько вам лет? Меня зовут Настя, мне 6 лет. У вас такой нежный наряд. Скажите, пожалуйста, в каком стиле вы к нам пожаловали? Я пожаловала в стиле Тиффани. А давай с тобой перечислим, какие аксессуары можно носить с этим стилем? Перчатки, сумки, шарфики, игрушки, куклы, шар, браслеты, заколки, шляпы и бриллианты. До новых встреч! До свидания! До свидания! Привет! Как тебя зовут и сколько тебе лет? Лиза, 4. Мы знаем, что твой стиль casual. Ты такая красивая, ты так каждый день ходишь? Да. Как ты думаешь, это удобный стиль? Да. Тебе нравятся такие платья? Мне нравятся нарядные платья. Спасибо тебе большое, пока! Пока! Полина, здравствуйте! Я знаю, что вам 12 лет, а вы такая модная! В этом году этот стиль в тренде. А как он называется? Этот стиль называется дидрель еле баварский. А что входит в этот костюм? Пышная юбка, белая блузка, жилетка, корсет и фартух. Я знаю, что этот национальный костюм сейчас очень популярен в Западе. А ты не знаешь, почему? Этот костюм стал популярным благодаря ежегодному празднику Октоберфест. На этом празднике присутствовали такие актеры и певицы, как Кэти Перри и Ким Карденшьян, та инши. Слышала-слышала. Еще бы, в каком еще платье можно сотворить такое декольте и тонкую талию? Спасибо тебе за нашу встречу. До свидания. Здравствуйте. Мы вас ждали. Как ваше имя и сколько вам лет? Меня зовут Снежана. Мне 8 лет. У этого стиля одежды много романтики, ярких впечатлений. Этот стиль одежды подойдет каждой женщине. Скажите, пожалуйста, как называется ваш стиль? Стиляги от слова «стиль». Расскажешь нам об этом стиле? Яркий макияж, широкие пояса с юбками, платье в горошек, в клеточку и в цветочки. Снежана, а ты знаешь, что носили парни? Брюки, дудочки, рубашки в клеточку. Вообще они были очень стильные и классные. Мне нравится этот стиль. Я чувствую себя в нем нарядной. И вообще я люблю моду. На этом все, Диана. Спасибо тебе за встречу. До свидания. Даша, здравствуйте. Вы так шикарно выглядите. Сколько вам лет? Привет. Мне 10 лет. Вы словно сошли с обложки модного журнала. Расскажите, в чем вы одеты? Я сегодня одета в украинском стиле. Украинский костюм состоит в свиночке, жилетке, сорочке, юбке. У нас в стране есть день вышиванки. Напомни, какого числа его отмечают? День вышиванки отмечают 18 мая. Какой элемент в украинском костюме считается оберегом? Оберегом считается вышиванка. Спасибо. Я очень много узнала о украинском костюме. Пока. До побачивания. Встречаем следующую участницу. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Лиза Чесник. Расскажи, сколько тебе лет? Пять. А в каком стиле ты к нам сегодня пришла? Ублевость. Неправда, на тебе очень красивое платье и с жемчужными бусинками, и с кружевом. Ты такая нежная и красивая, прям как принцесса. А кто это тебе платье купил? Мама. Мне тоже оно подобается. Спасибо тебе за нашу встречу. Пока. Мы знаем, что у вас очень красивое имя. Пожалуйста, скажите, как вас зовут? Лиля Белозор. И вам 4 годика. А я знаю такой очень красивый цветок, Лилия. А вы его когда-нибудь видели? Видели. Своей бабушке в саду. Расскажите про свой стиль. У меня пижамный стиль. Свободная легкая одежда. А где ты носишь эту одежду? Я сплю у ней. На этом все. Спасибо. До свидания. До новых встреч, друзья. Здравствуйте, Соня. У вас такое красивое имя. И вам 6 лет. Скажи, пожалуйста, что такое винтаж и с чем же его едят? Вернее, с чем же его носят? Этот стиль, который носили раньше, он модный и сейчас. Где можно найти вещи в стиле винтаж? В любом модном магазине в гардеробе у бабушки. Какие великие кутюрье увлекались этим стилем? Куку Шанель, Лиссан Диор, Гуччи. Здравствуйте, Сонечка. Вам 7 лет. Вы так круто выглядите. При этом ваша одежда удобная и очень стильно смотрится на вас. Не пойму, какой это у вас стиль? У меня стиль американский. А чем отличается американский стиль от всех остальных? С удобством и свободой. Что включает в себя стиль американской одежды? Женцы, футболки, майки и кеды. И самая главная дорогая сумка от известного дизайнера. И правда, она у тебя такая модная. Я была рада с тобой познакомиться. До новых встреч. Гудбай. Настя, здравствуйте. Ваш возраст нам известен. Вам 9 лет. Вы одеты просто и со вкусом. Назовите ваш стиль, пожалуйста. Здравствуйте. У меня молодежный французский стиль. Да, французский шик – это стиль в деталях. У меня к вам несколько вопросов. Что нужно делать перед тем, как выйти из дома? Нужно ли смотреть в зеркало? И зачем? Перед выходом я всегда смотрю в зеркало, чтобы убедиться, что все мои вещи подходят друг к другу. И нет ли чего-либо лишнего. А вы знаете такое выражение? Перед тем, как выйти из дома, нужно посмотреть в зеркало, чтобы убрать лишние аксессуары. Да, знаю. А знаете ли вы, кто эти слова сказал? Знаю, Coco Chanel. А какой аксессуар необходим во французском стиле? Все думают, что это шарфик. Но, как по мне, это дуфиль и головной убор. А вы знаете, какие любимые цвета парижанок? Белый, черный, серый, бежевый, бордовый и чуть-чуть красного. Аревуар! Привет! Я знаю, что тебя зовут Каролина и тебе 7 лет. И твой стиль, дай угадаю, Барби. Да? Да. У тебя есть Барби? Есть. А друг у Барби есть? Есть. В чем ходят Барби и как они красятся? Ходят они в розовом, ярком, блестящем платье. Красят голубые, розовые тени. Барби – это пример подражания. Будьте вежливы со всеми, всегда улыбайтесь и будьте счастливы. Спасибо, было приятно с тобой общаться. До новых встреч. Добрый день, Ева. Вы в таком популярном стиле сегодня, а вам всего 8 лет. Смотришь на вас и сразу хочется на курорт и начать день с позитива. Как называется ваш стиль? Морской стиль. Почему вы выбрали именно этот стиль? Потому что он летний. А какие главные цвета в вашем стиле? Синий, белый и красный. А вы знаете, кто был первооткрывателем этого стиля? Маленький принц Уэльский. А какие аксессуары подходят к этому стилю? Якоречки, бантики, ракушки. И правда, это очень гармонирует с твоим образом. Я была очень рада с тобой познакомиться. До новых встреч. Поднятие коря. Пока. Привет, Алиса. Сколько тебе лет? Десять. Ты выбрала очень интересный и модный стиль этого сезона. Милитари встречаются у многих известных брендов. Расскажи про этот стиль, что ты знаешь? Я знаю, что у них присутствуют оттенки коричневого, зеленого и хаки. Какие аксессуары можно одевать под этот стиль? Галстуки, воротники, браслеты всякие такие, ну, знаете, да? Кто может носить этот стиль? Как и мальчики, так и девочки. Спасибо, было приятно с тобой пообщаться. Мне тоже. Здравствуйте, а я знаю, как вас зовут. Вы, наверное, Коко Шанель? Нет, меня зовут Настя, мне 11 лет. Ого, какая ты уже взрослая. Расскажи нам о десяти принципах Коко Шанель. Если что, я буду подсказывать. Юбки, брюки, маленькая черная платьица от Коко Шанель, двухцветные туфли, духи, удобная одежда и бусы. А какие бусы предпочитала Коко? Жемчуг. Вот такие принципы были у великой Коко. И ты очень на нее похожа. Я рада была с тобой встретиться. Пока. Goodbye. Доброе утро, Дарина. Доброе утро. Я знаю, что тебе 11 лет и мне очень приятно тебя здесь видеть. Расскажи, пожалуйста, про свой стиль. Мой стиль называется нью-лук. Нью-лук в переводе как новый взгляд. Кто создатель этого стиля? Создатель этого стиля Кристиан Диор. Особенно стиль нью-лук, то, что он подчеркивает талию и хрупкую фигуру. Знаешь, почему этот стиль называется нью-лук? Раньше все женщины ходили в форме военной и в пиджаках. И для всех девушек это было что-то новое. Спасибо, ты очень красивая сегодня. Было приятно с тобой общаться. Спасибо. Я рада вас видеть, Юлия. Вам всего 9 лет, а вы выглядите очень нежно, изысканно. Вы такая загадочная в этом легком и воздушном платье. Как называется ваш стиль? Мой стиль называется романтический стиль. А что в вашем понимании выражает этот стиль? Выражает нежность, мечтательность, любовь. А можно дополнить этот стиль аксессуарами? Можно надеть диадему, перчатки, сумочку или венок. А вы знаете, какие знаменитые люди предпочитают этот стиль? Можете назвать их? Например, Марлин Монро и Луи Виттон. И правда, ты одета по лучшим образцам моды. Спасибо за нашу встречу. До свидания. Добрый день, Вероника. Я знаю, что тебе 9 лет, и ты очень красиво одета. Расскажи про свой стиль. Стиль гарсон – это женская одежда в мужском стиле. Он подчеркивает женственность и индивидуальность. Кто впервые примерил этот образ? Коко Шанель. Чем привлекательный этот образ? Он подчеркивает фигуру. Он деловой и строгий образ. Спасибо, было приятно с тобой общаться. Спасибо, и мне тоже. София, здравствуйте. Вам 10 лет, и у вас ковбойский стиль. Что самое важное в ковбойском стиле? Какой аксессуар? Шляпа. Ассоциации с ковбойским стилем какие? Рубашка в клетку, порванные джинсы или шорты. Также подойдет кожаный ремень. А из какой страны к нам пришел ковбойский стиль? И кто раньше его носил? Из Америки. Раньше там носили их пастухи. А мне этот стиль напоминает амазонок. Отважные женщины в ковбойских сапогах, в нарядах, с распущенными волосами. И мне кажется, ты очень на них похожа. Спасибо. А кто тебе помогал подбирать твой образ? Мы подбирали этот образ вместе с мамой. А где ты нашла эту шляпу? Я тоже себе такую хочу. А это мне шила моя тетя. Я для тебя была очень рада увидеть. И надеюсь, что мы увидимся с тобой снова. До свидания. Здравствуйте, Ира. Какой стиль одежды вы представляете и сколько вам лет? Добрый день. Я представляю стиль рок. Мне 12 лет. Вы поклонница этого стиля? Да, я люблю слушать рок. Какой макияж может быть в этом стиле? Под этот стиль подойдет макияж Smoky Eyes. Он сделает ваши глаза более выразительными. Какая обувь и одежда подходят к этому стилю? Сюда подойдет грубая обувь и кожаная куртка, а также много аксессуаров. Темного цвета одежда будет очень хорошо подходить под этот стиль. Спасибо. До новых встреч. До бачни. Добрый день, Настя. Вам 11 лет. Представьте свой необыкновенный сказочный стиль. Готическая лолита – это японская уличная мода. Какую они носят одежду, какие цвета. Расскажи все это нам очень интересно. Готические лолиты предпочитают черные пышные юбки или сарафаны под белую рубашку. А какие аксессуары носят лолиты? Большие пышные банты, ободки, мягкие игрушки и сумочки в форме гробиков. Скажи, а кто дизайнер твоего образа? Дизайнером выступила моя мама Асаревича Лариса Ивановна. Готические лолиты носят черные челки, темные туфли и, конечно же, мягкие игрушечки с большими глазами. На этом все. Спасибо тебе за сегодняшнюю встречу. Я рада была с тобой познакомиться. С вами была готическая лолита. До свидания. С самых древнейших времен и до наших дней одежда является постоянным спутником человека. А рядом с ней чинно шествует стиль. Стиль – это способ сказать, кто ты есть, не произнося ни слова. А с вами была Академия звезд и ее ведущие Екатерина Герасименко, Мария Иванова и Полина Шварева. До новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok